Победительница сегодняшнего турнира среди девушек, да, четырехкратная чемпионка России Ирина Курдик. Здравствуйте, Ирина. Во-первых, поздравляем вас с победой. Ну, поделитесь своими эмоциями, что вы ощущаете от своей победы. Если честно, я не первый раз уже поступаю на Гераклеоне, и мне очень сильно нравится организация данного мероприятия. Мне нравятся бомбасты, медали. У меня даже с Европой не такая красивая медаль, как в этой игре. А зал, обратили внимание? Да, я выступала в этом зале, в теннисном корпусе и в главном корпусе. Получается, это уже третий помост, и все на высшем уровне организовано. Можно ли, вы как чемпионка, сопоставим ли уровень таких соревнований с уровнем, допустим, чемпионата России, а может быть даже и... Я расскажу историю. Я когда выступала на Европе, когда я вторая стала, мы выступали в баскетбольном зале. И нам приходилось в трибун, спускаться вниз, чтобы выступать. Поэтому я считаю, что здесь очень высокая... Ну, высокая... Ирина, расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда вы выходите на помост? Вот, прям вот, несколько секунд до подъема. Я занимаюсь уже 6 лет, и все 6 лет, когда я выхожу на помост, у меня все время подкашиваются. Есть волнение до сих пор, до сих пор есть волнение. Неважно, какой вес, сколько килограмм, когда подкашиваются ноги. Блин, а как стать чемпионкой? Есть какой-то универсальный рецепт? Ну, на самом деле, я очень благодарна своему тренеру. Я думаю, что этот ног должен быть очень высококвалифицированный тренер. Иначе ничего не получится. Будь у тебя сила... Нет. Только тренер. Только тренер. Да, и самое главное, чтобы он был не только хорошо образован, и хорошо был тренирован, чтобы он был твоим другом и опорным. Ирина, расскажите, пожалуйста, вы как человек, так сказать, близко стоящий, да, знаете все положение делать тяжелой атлетики на данный момент. Что вы думаете вообще? Есть ли у нас будущее в тяжелой атлетике в связи с мировыми вот событиями? Знаете, давайте пропустим этот вопрос, потому что у меня есть свое мнение, и я не скажу, что он будет рожден. Хорошо. Расскажите о своих дальнейших планах. Что предстоит? Где мы вас увидим далее? Я готовлюсь к перенцу России, а далее к перенцу Европы. А этот старт у меня промежуточный. Мы вчера делали... Вы прикинули результаты, так? Ну, мы даже не подводились к этим соревнованиям. Мы вчера сделали две тренировки, может, тренер лучше проехал наступать. Делали две тренировки и не собирались вынимать какие-то высокие результаты, но, в принципе, мы их и не подняли. Мы выступили спокойно, чисто, на 6 подводов. Выступлением своим довольны. Главное, что доволен тренер. Мои дела подняли. Я абсолютно предприятие лицей. Первый железный интерфейон становится и на футе на ваши 239 баллов. Аплодисменты победителям. Потому что сейчас на три месяца уезжаем на сборы. Готовятся сначала к России, потом к Европе. И в Москве вообще меня не будет. Поэтому по возможности... Хорошо, спасибо вам большое за уделенное внимание, за выступление, за бурю эмоций. Рады знакомствам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова